так вот это вот сейчас делаю крупный план вот это посадка персиков снимок я сделал учебный дело в том что так уж получилось я в тяжелейшем моральном состоянии здесь должно было расти клубника кто раньше проснулся раньше того и тапочки вот приезжает хозяйка и видишь 5 персиков на ресурс наклоном дети это самое ну назовем это полигон особой про персики чуть будет дальше разговор пока я смотрю вот взял холмы без холмов нельзя обычно как я показывал в фильмах этих садят в ямы эти персики они сгнивают а потом валятся не выдерживает 20 градусов мороза не выдержит 25 как и не выдержит они даже если вообще не будет мороза они все равно сгнивают что мы посмотрели это осенняя посадка так вот этот персик да вот один из них урожайщик она дохленький там полтора плодика висят я не этим хвастаюсь нет я хвастаюсь тем внимание внимание и так крупный план моя война бесконечная и проигра 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 ванного я война вот этим же вот кандидатами прочим проигрывается вот вот эта часть и регионе спрятались персики видите вот большинстве регионов россии вот такую форму должны иметь персики когда его наклонили смотрите он все равно выбросил вертикальные побеги это неизбежно это часть общей проблемы потому что те кто растет вертикальные побеги так говорит на них плодов не будет давайте гнуть согнули а следующем поколении опять вертикально согнули опять вертикально где-то это плохо почему специальная форму яблони груши сливы нарушает естественную форму где хоть могут держать мороз и там еще есть согнуть не надо потом все эти деревья 5 6 7 8 год и раскроется кровно сама потому что урожай это часть генома дерево в таком виде это заложено в генной памяти раскрытие кроны а приземлиленно сказать охрана это болезнь это резать болезнь и главное не надо почему не надо спешить с выражаем он сам придет на год-два позже но тогда будет объем крону два раза больше она буквально в 22 раза нарастает за один год а когда начинаешь гнуть все а есть еще одна причина почему не загнуть другой раз так вот форма такая значит никаких обрезок на кольцо до метра и выше вот это вот наш с вами прием начинаем так через несколько лет вот так дальше вот это вот куст получился у меня воду на колодец как он получился на два года это один год нормально прожил на второй год вон сухая ветка она была сама воду на сухая ветка она высохла от земли пошли побеги он или от самой земли естественно ни о каких этих а вот ольга исакова как бы все-таки вас переучить боже мой сколько вы вреда приносите со своими искусственными штамбами вот а персик это особо это уж какие-то выдержат яблони могут еще плодоносить вместе с ранами но персик никогда и тогда получается что есть естественно сама ветка отсохла считаете что она как бы сама обрезалась что отрезалась это одно и то же вот это природа отрезал и получился пульсу посвящая к нему не подхожу он автоматом стал матричным кустом и все дальше вот это вот промежущее вариант этого два года вот под этим сердцу как я с ним работал я вас учу почему пошли в косточке у вас многие хорошо пошли смотрим я выкопал саженец для пересадки если уже придираться это фото вот он вот смотрите вот он самый лучший саженец вот вверху справа вот я выкопал ему было два года но как он эти два года прожил внимание ребята внимание выкопал отрезал половину крона выведем слева это крона отрезана полость теперь давайте смотреть справа и так после того когда косточка вот было пошла пошла в рост так а оно взяло и все еще еще вот она вся погибла нету дерева нету но именно персик даже сильнее чем абрикос делюсь секретами обладает величайшей восстановительной способностью персик полностью перед вами мертвый вот как этот был сто процентов мертвый вполне мертвый корни целые и буквально за второй год первый год вот сто процентов мертвых нуль вот он на второй год он дал вот такую крону что вот сюда вот этим вот видите отрезана вот вот сюда при собачьего то что отрезана и увидите мощный полутора метровый саженец но уже обрезанный он был посаден он дальний вот это он есть смотри еще не все смотрим теперь повнимательнее если вот это я сата фотография я сделал вторую фотографию вот она сейчас сейчас чуть поубавлю а то он весь не влазит вот так вот и теперь смотрим внимательно вот она ветка сухая видите вот она она так а теперь как ей расти смотри я могу растить его вот так оно было вот так смотрите как было прежде чем я выкопал видите каковы у него шансы ну не повезло мне вы думаете если у меня есть неукрованные персики причем достаточное количество этих неукрованных персиков ну например больше части неукрованные вот и мне это совершенно не мешает это самое только что урожай резкость велика то я к сожалению вынужден что делать я к сожалению вот на этом этапе показываю вам как их на всякий случай укрывать на всякий случай то есть растим не так а на место ставлю вот вернул на место видите и так и пусть теперь растет не хочешь расти вверх будешь расти в бок и хочется для многих из вас вот этим вот деревом вот видите разница между тем и этим всего вот ему третий год и сердце большинство плодоносит на третий год мне задают вопрос один как сравнивать то а привитый а вот не привитый дикарь персик хасанский привитый и не привитый и тот и тот самоплодный достаточно того дерева еще уже жалко денег на второй и третий раз и второе значит не привитый по размеру плодов практически такой же более фильмы видели сравнивали и по вкусу одинаковы теперь ну уже одну скажу вчера сегодня паковал посылки Сергей я вот не успеваю я фотографии сделал ну покажу на свете в кабинале посылки покажу вот такие вот посылки вот такие вот и покажу кое какие детали а эти детали самое главное что ну 2 тысячи стоит привитый персик и тысячи стоит не привитый и когда я понял так что еще только осень еще ни одного снежинки не упало с неба еще впереди зима весенняя продажа ни одного саженца на продажу нет это все означает два пути первое надо больше выращивать а второй какой правильно или поднять цену тогда бы можно было этими же саженцами торговать до весны например до полутора тысяч поднять вот но так как у нас много у меня много учеников а у вас появились свои косточки запоминайте каждой косточке нет цены сегодня это косточка от меня 100 рублей завтра вы вырастите на нем тысячу косточек так и у вас будет образом сто тысяч а если каждую получите я ничего не привлечу каждую потом из тысячи продадите по тысячу рублей никто из вас не пробовал умножать тысячу на тысячу говорят в школе учительница сказала что тысячу на тысячу получается миллион а все начинается с одного дерева ну что убедил а косточки вон и не лежат нет я не жалуюсь их к весне не будет другое дело что один из вас это самое уже пожалел что вовремя не заказал эти же самые саженцы а годом раньше многие обередились не хватило косточек пока есть покупайте цифры я назвал так друзья персиками закончили сейчас посмотрим итак кустовидная форма это приспособление дерева и не надо с ней бороться вот эти вот я буду гнуть накрывать стеклотканью покажу вам свое укрытие свой вариант почему ну так просто приходит научите укрывать персики я уже что я могу по телефону или даже текстом ни те глаза у меня не выдержит значит можно укрывать коробками можно наклонять можно обматывать это самое как другие колготками стеклотканью как я по молодости укрывал вот когда первой статье писал вот это самое есть чум термос чернобаева есть это самое еще такие хитрые вещи как это самое вплоть до укоридения все пока все а может не все ну-ка да 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 вот смотрите вот этот снимок пораньше был сделан вот видите и вот те два тут их три которые второй и третий подальше вот что я сделал смотрите я так как я по натуре ленив и не люблю это надо специально этим заниматься делать специальные зажимы специальные крючки прижимать к земле я просто беру так как это временно они очень пластичные персики и я вот взял прижал и до зимы и потом уберу эти же уберу дрова а вот такой форме останется вот один пример вот второй пример видите единственное я знаете как делаю ой нет детали уже сами или потом теперь что такое эти два персика один из вариантов друзья у меня тут получилось что мне пришло письмо а в письме было что вспоминаем но не догадался перенесли такой же саженец персика и человек сказал себе а я должен ответить на вопрос представим себе что они а он выросил персик точно такой же как у меня вот такой же вот как этот и говорит пишет я хочу с него взять черенки когда брать весной или сейчас я говорю и сейчас нельзя рано весной он будет скорее всего мертвый а я ему говорю дождемся до это учеба ребят дождемся ноября у вас будет минус пять минус десять ну пятнадцать ваш персик он у него по моему откуда то с юга его вариант вы его возьмете и срежете две третьих и вот эти две третьих верхнюю часть пустите на черенкование на новые сорта так вот теперь внимание вот это вот почувствовал научный подвиг Сергея Железова и так покупает деревне сезая вот где естественно нет никакого перского сада естественно что они перепродавались вид у него был плохой сколько он затратил рублей шесть на пять три тысячи за что а вот а вот за эти пять тогда он взял верхнюю то есть также мы их посадили в теплицу и все они пятеро погибли один дал вот такой росток и в конце все мертвы чудо случилось в том что вот то что он отрезал то что отрезает при пересадке это святое по железу то что он отрезал сделал прививки и две пошли вот они а если верить хозяйке естественно это персики с юга естественно им ловить нечего и тут они сто процентов замерзнут а если верить хозяйке это во ну то есть чисто южные роскошные сорта ладно поверим мне хочется поверить три тысячи выброшено и я их взял вот эти два с подачи Сергея пересадил в теплицу ну может быть эти три тысячи уже выброшены а может благодаря этим двум через пять лет мы вернем не только эти три тысячи а прибавим еще триста тысяч это будет зависеть только от желания еще раз говорю это все деньги поняли да вот итак эти два переезжают в теплицу иначе им не выжить теплица и дальнейшая жизнь вот я образцовый сделал и так наклонил а это не привиты привиты когда-то я пробовал ой мне так самый лучший персик я первый уже попробовал наклонить но сразу хром и привитки нет с тех пор я не связываюсь с этими привитыми а это все это из косточки так я его наклонил но так хитро что это придавил а это снизу почему как он оставался в воздухе не касался земли не гнил видите то есть ближняя значит сверху а второе бревно снизу получается вот такая конструкция потом она уберется они будут не нужны потому что она эту форму легко принимать саму так еще не все закончил с персиками дело в том что иногда ко мне просто возвращается Валерий Хрусталев 20 лет назад я еще тогда только учил самых первых учил своих этих как начался 21 век так я начал учить новому садоводству это мой садоводство вот видите он присылает фотографию и не то что исчезает но кто бы знал когда месяц назад или полтора мне присылает ролик его сын и говорит ну батя до сих пор это телефон деревяшка то есть он и не пытался со мной 20 лет с ищем связаться я посмотрел ролик господи какой умница какой вырастил садово но ведь он меня называл своим учителем это значит что я не зря на свете живу и когда я на эту фотографию нашел бы в архиве вот у меня такое тепло мурашки по телу вы понимаете вот это да вот это настоящее садоводство а что эти оставили те которые эти телеканала бобер что они людям оставили Валерий Хрусталёв еврейская автономная область там каждый год за 40 начинал с моих статей в сибирских газетах а теперь сахалин это еще дальше не могу не похвастаться каждый год хвастаем это я фотография в теплице еще раз ребята не заморачивайтесь садите если есть теплица вопрос только как было отбить мою теплицу которую я всего использую три года от того чтобы не садить там помидоры представляете помидоры но это копия моих фотографов вот это вот примерно то же самое да они крупные вот ну красота то какая а здорово я горжусь этим вот почему потому что я научил я и вот получается что смотрите это вас ждет ребят вот у меня такая банка еще пол банки даже меньше еще литр это на всю страну я написал налетай внимание косточек персика всех вместе не больше десяти штук можно без ограничений если в нагрузку заказать еще на тысячу вы помните когда в советское время если что то дефицитное покупали нагрузку давали залежал и товар он был бы и не нужен мы были не такие бедные помню наречания мы нагрузку всегда брали то чего нам даром не надо вот я примерно делал то же самое цена их безмерная вот это вот вот это вот не в моем саду это сахалин вырастить теплица не сложнее чем помидоры вот потому что моя теплица три года назад еще помидоры были какую войну я выдержал догадываетесь нет вы посмотрите на эту пляж вы видите это мне вот персики стоили и вы тоже самое попробуйте теплицу занять но друзья мои это на всю страну много это так идем дальше самое интересное случилось в саду у Чернобаева вот эту фотографию я делал там мы выбрали самые крупные персики так сфотографировали они не крупные это это искусство меня фотографа ну когда близкий план это 50 грамм вот вот это вот реально 40 грамм а бывает еще и меньше еще раз сад Чернобаева вот вот и вот мы делали это я делал калаш то есть когда вы видите мелкие мелкие вот эти косточки это не значит что плодился какие мелкие ну пойдут если не придираться вот не говорить что как лиса говорила не допрыгнула до винограда до спелого помните жопа и сказал что он зеленый виноград так и тут ах он мелкий ах бывает с кислинкой многие считают что вкуснее не бывает на свете вот размер косточек и размер плодов видите без преувеличения вот это мой внук Арсений у него в руках самые крупные персики сада Чернобаева но с непривитого впервые непривитым это перенял лидерство у привитого так